Здравствуй, Вадим! Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители, гости канала и спонсоры! Здравствуй, Марина! Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Сегодня, видимо, произойдет очередное открытие, которое Вадим сейчас нам расскажет. И я уже предвкушаю такое удовольствие. И я знаю, что многие наши зрители, Вадим, просто в восторге от той информации, которую ты даешь, от твоей манеры подавать информацию. Мало того, что женщины реагируют, потому что женщины вообще очень любопытные, но и мужчины пишут, что это лучшие видео с лучшим контентом на такие темы. Я это серьезно говорю, очень многие написали, поэтому все, слово тебе. Ну, я рад, конечно, это очень слышать, но, кстати, это реально факт, что большинство людей, которые критически относятся к нынешней ситуации, особенно в свете этой пандемии, это женщины. Почему-то они все взяли активную роль на себя и активно ищут информацию, в отличие от большинства мужчин. Не знаю, это может быть какой-то… Я не могу даже предположить, от чего это зависит, но женщина себя проявляет явно активнее в социальном смысле. Сейчас я отвечу. Женщины в 6-20 раз более эмоциональны, чем мужчины, поэтому, скорее всего, именно эмоциональный ответ побуждает, эмоциональная реакция, когда им дискомфортно или они чувствуют какую-то тревогу. Это их толкает, чтобы проводить исследования и разбираться. Поскольку мужчины более эмоционально стабильны, они, скорее, трут к носу и думают, ну, сейчас как-то оно само… Нечего страдать ерундой, само рассосется. Я вот так думаю. Ну вот, мы тогда сегодня постараемся обрадовать одну известную парочку. Я думаю, что им не понравится сегодняшняя информация, но сегодня всплыла чрезвычайно любопытная информация. Я думаю, что многие зрители и слушатели запомнили о том, как мы с тобой сообщали о том, что американский Конгресс, Сенат и Конгресс должны рассмотреть недавно выдвинутый законопроект о социальном расследовании. То есть они хотят, чтобы полиция или специальные расследователи контактов с заражённым, как бы, COVID-19, расследовали все связи потенциально заражённых людей или вообще заражённых людей, могли врываться к ним в дома, получили бы особые полномочия, которые превышают полицейские полномочия. Это принятый уже или это проект? Это непринятый закон. Мы с тобой сообщали об этом примерно месяц назад. Это тот самый закон, о котором буквально неделю назад в своей передаче упоминал Никита Михалков. Это тот законопроект, который проходит под пресловутым номером 6666. Я этот закон обнаружил ещё где-то полтора месяца назад. Мы с тобой о нём рассказывали. Боюсь, что до того, как он вышел на сайте Михалкова и на его канале Бесогон, мало кто на это обратил внимание, особенно мейнстрим. Но, тем не менее, это закон, который показывает, что сейчас американское правительство пытается, используя беспорядки, которые вызваны всей запланированной историей с удушением Джорджа Флойда, пытаются дискредитировать всю полицию, пытаются отменить финансирование, потому что мы видим кругом абсолютно одни и те же лозунги. Они называются Defund Police. То есть не финансируйте полицию. И в том числе в том эпизоде, когда мы показывали Нэнси Пелози, спикера Конгресса. Нас поправили, что ей 80 лет. Да, я забыл, что она уже действительно, представляю, просто она у меня как бы застыла, она сделала себе пластическую операцию, и её лицо застыло на том уровне, на каком она была, ну где-то когда ей было 68 лет. Поэтому я её такой запомнил, и у меня просто автоматически в мозгу, когда я вижу лицо, которое практически не меняется, одну и ту же маску, она у меня ассоциируется с 68 годами. Ну ничего страшного, она добилась того, что её воспринимают на 15 лет моложе. Так вот, когда она стояла на коленях вчера с другими членами Конгресса в фойе Капитолия, там перед Капитолием были лозунги прямо выложены на асфальте, и один из них был Defund Police. То есть прекратите финансировать полицию. И эти лозунги спонтанно, якобы, возникали по всей стране на множестве протестов. И это означает, что этот план, отменить финансирование полиции и заменить полицию разными частными расследовательскими службами, этот план был принят раньше. И вот этот вот биль Конгресса, который они будут скоро рассматривать, и который на 99% будет принят, тот самый 6666, они заменят полицейские силы именно вот такими, которые будут обладать большими полномочиями, которые не будут поднадзорны практически никаким гражданским органам, в том числе, скорее всего, и судам, и генеральной прокуратуре. И именно к этому ведут нас технократы, которые сейчас практически на наших глазах осуществляют третью индустриальную революцию. То есть передел собственности в пользу нового цифрового бизнеса от старого сырьевого. То есть мы сейчас имеем дело с использованием левых сил для разрушения старой системы и сорос финансирования левых марксистских, марксистские группы, такие как Black Lives Matter, то есть жизни черных считаются, это всего лишь одна из ступеней, чтобы достичь вот такого цифрового господства. Ван Дим, можно... Этого нового мирового порядка. Секунду, кто... Как обычно, суть помню, имя не помню, сказал, что мы установим мировой порядок. Сначала мы сделаем эпидемию, потом мы сделаем войну, а потом мы сделаем голод. И вы сами придете к нам и попросите нас, чтобы было единое мировое правительство, которое с этим закончит. Это кто был? Это Сорос или Киссинджер? Фразу в таком оформлении я никогда не слышал, но это приблизительно то, что говорил Киссинджер, Джордж Буш и еще один политик вместе. Все это, в принципе, сводится к этому. Потому что Рокфеллер, к примеру, Дэвид Рокфеллер, утверждал, что для построения нового порядка, нового мирового порядка, нужен всего лишь один кризис, один главный кризис. И тогда это даст нам установить новый мировой порядок. И вот сейчас они форсируют ситуацию, плавно переходя от операции коронавирус к операции марксистский переворот. И следующей ступенькой будет цифровая диктатура. Потому что даже те марксисты и анархисты, которые состоят в этих обычно смешанных черно-белых группах, которые сейчас захватили весь центр Сиэтла, Сиэтл, родной город Билла Гейтса, захвачен практически весь центр, шесть кварталов, захваченные радикалами, в том числе группировкой, которая финансируется Соросом. И они отгородились там, забаррикадировались, и полиция практически ничего не делает. И Трамп вчера призывал власти Сиэтла разобраться с ними сами. А те ему прислали ответ, мэр города прислал ему ответ, что они не позволят вводить туда войска, они не позволят Трампу на территории штата Вашингтон, чьей столицей является Сиэтл, вводить туда ни национальную гвардию, ни регулярную армию. И они хотят запретить Трампу ввести в силу акт о восстаниях, которым Трамп на прошлой неделе угрожал всем губернаторам штатов, которые не хотели сотрудничать с президентской властью. Так вот, сейчас из всей цепочки событий выяснилось, что такие люди, как Сорос и прочие миллиардеры, которые перешли уже давным-давно с сырьевой экономики на цифровую, такие люди, как Билл Гейтс, они используют такие левые группировки, чтобы практически совершить третью индустриальную революцию, то есть переход к полной власти технократов. И то, что сейчас происходит вокруг этого Билля о расследовании контактов, так называемых, зараженных ковидом, за номером 666, это одна из очень значительных частей этой цепочки, одной из звеньев, которые они будут использовать для достижения своей цели очень и очень скоро. Так вот, выяснилось следующее, что представитель фонда Билла и Мелинда Гейтс встретился в африканской стране Руанда приблизительно в августе за 6 месяцев до наступления пандемии ни с кем и иным, как с сенатором Бобби Рашем, это тот самый сенатор-демократ, который и предложил этот Билль в Конгресс. Этот самый Билль 666. И между ними была устная договоренность о том, что Билл Гейтс и фонд Билла Гейтса получат правительственный контракт как минимум на 100 миллиардов долларов, чтобы провернуть этот проект. И это все было за 6 месяцев, я повторяю, за 6 месяцев до начала пандемии. То есть 18 октября они провели учение, а встреча эта составилась тайно в Руанде в августе 2019 года, когда еще никакой пандемии нигде не пахло, кроме заявлений Билла Гейтса, который, естественно, прекрасно понимал, что он планирует. И что планируют другие. Кто эту информацию, ну, скажем, опубликовал? Эту информацию опубликовали два человека, которые присутствовали при этой встрече. Это Джон Мойнихан и Ларри Дойл. Они дали показания в Конгрессе. И заодно они дали показания на Клинтона, который тоже участвует в этой схеме, и об отмывании 2,5 миллиардов долларов через фонд Билла Клинтона от федеральных налогов. То есть дело очень серьезное, и вполне возможно, что скандал вокруг этого разгорится достаточно значительно, и это может повредить Биллу Гейтсу и его группировке в осуществлении его планов в самое ближайшее время. Возможно, возможно, это даже на какое-то время даст возможность Конгрессу отвергнуть этот Билли. Потому что частные структуры, которые будут обладать правами, которые превышают права полицейских, которые не будут регулироваться законом о полиции, это страшно, потому что эти люди практически могут врываться в дома граждан, они могут забирать детей из семей, они обладают, судя по этому законопроекту, огромными полномочиями, которыми полиция никогда еще в истории Соединенных Штатов не обладала. И это один из шагов на пути к полной цифровой диктатуре, то есть диктатуре технократов. Это очень важно. То есть я надеюсь, что в связи с тем, что эта информация всплыла, Конгресс вынужден будет назначить комиссию для расследования этих фактов, и возможно это даст нам некую надежду на передышку. Я очень надеюсь. Вадим, я смотрю других блогеров, и я там, например, такие вещи слышу. А, проклятые американцы, получили свою гражданскую войну, вот узнаете, как во всем мире устраивать оранжевые революции. Вот теперь это и до вас дошло. И вот я слышу такие комментарии, я считаю, это очень правильные вещи, когда блогеры пишут, «А вы что так радуетесь-то, что у них там война-то идет? Вы что так радуетесь? Вы не понимаете, что сейчас мир настолько объединился, и настолько все близко, что то, что у них сейчас, то, что делает Трамп, то, с чем он столкнулся, с чем он борется, это все и у нас тоже будет или не будет, но риск очень большой, что мы на самом деле от них отстаем, ну, по времени, может быть, да, как ты чувствуешь, на год, на полгода, или это прям синхронизировано? Ну, я бы с тобой поспорил, что Трамп борется, Трамп часть этой системы, в любом случае, независимо от того, какое у него личное мнение на эти события, хотя он представитель старой индустрии, он девелопер, он не цифровой какой-то магнат, он не технократ, но все же это человек системы, этот человек был поставлен системой и он не может быть никаким исключением, потому что исключения исчезают из схем очень быстро, вспомните судьбу президента Джона Фиджеральда Кеннеди, но зря радуются злопыхатели США, потому что то, что те позиции, которые будут сданы в Штатах, эти позиции будут сданы и в остальных государствах, в которых еще есть какая-то надежда остановить эту технократическую машину, потому что США это на данный момент единственное общество, вооруженное общество, которое вооружено по конституции, которое имеет право на ношение и хранение оружия, и это единственное общество, которое физически и морально готово дать отпор тирании. И поэтому глобалисты начинают свою войну с собственным народом именно с того, что они уже в течение последних 50 лет планомерно пытаются изъять поправку к конституции, которая позволяет американцам иметь оружие, потому что с безоружным народом можно делать все, что хочет, потому что посмотрите, что произошло в Великобритании, в Австралии, в Канаде. Там оружие уже было повально изъято, все население разоружено, и они практически выглядят как стадо баранов. Несмотря там, например, отдельные попытки маленького, маленькой, тонкой прослойки общества в Германии протестовать, в большинстве стран протестов почти что не наблюдается, а в Канаде в результате перестрелки, которая была организована совсем недавно, в провинции Новоскоша сразу же через несколько дней был введен закон, который запретил 1500 видов огнестрельного оружия. То есть, как только инсценируется какая-нибудь стрельба с настоящими или фальшивыми жертвами, это не важно, это используется всегда как предлог, чтобы изъять оружие, и каждый раз они подходят все ближе и ближе к точке, что население само будет просить у них изъять оружие у самих себя, что, соответственно, выглядит как абсурд, потому что, как вы понимаете, настоящие преступники никогда не разружатся, разружат только людей, которые имеют абсолютно легальное оружие, и поэтому во время начала эпидемии коронавируса в марте в Соединенных Штатах выстроились огромные очереди в магазины, которые продают оружие, потому что люди опасаются первое за свою жизнь, они опасаются грабежей, беспорядков и погромов, которые происходят сейчас, и их опасения были оправданы, и, естественно, они опасаются того, что оружие может быть запрещено к продаже сперва, а потом просто изъято, поэтому зря мы радуемся, потому что, на мой взгляд, Соединенные Штаты это последний рубеж, где люди могут и готовы сопротивляться, у них на это есть все средства, там есть много обученных людей, там есть люди, у которых есть стрелковое тяжелое оружие, автоматическое оружие, автоматы и даже пулеметы, эти люди могут сопротивляться, и с такими людьми полиция не справится, а армия по закону пока не имеет права вступать в города, и вот это то, чем сейчас Трамп угрожает губернаторам разных штатов, что он введет в силу закон 1883 года о восстаниях, что ему позволит ввести войска в города разных штатов, чтобы, скорее всего, начать разрушать население, но эти вещи позволят центральному, центральному федеральному руководству делать все, что они захотят, потому что люди будут заперты по домам, и если на улицах будут стоять танки, и на улицах Соединенных Штатов, городов Соединенных Штатов будет стоять армия, то, естественно, их планы будут продвигаться семимильными шагами, не то, что сейчас, потому что сейчас губернаторы, они пытаются балансировать между своей выборной должностью и тем, что, естественно, они тоже являются частями большого федерального плана, но они вынуждены балансировать, потому что они все же зависят от голосов избирателей, поэтому я бы не так бы радовался за то, что происходит в Соединенных Штатах, потому что все эти беспорядки организованы специально именно с этой целью. Погромы организовываются для того, чтобы на них наступила реакция, которая уже давным-давно подготовлена и спланирована. И это все было предсказано в многочисленных фильмах, в том числе в фильме Джокер, который, как вы знаете, получил Оскар, и вышел он 4 октября 2019 года. То есть это 4 октября, напоминаем вам, это остается 88 дней до конца года 2019-го. То есть даже дата выхода фильма была, естественно, выбрана не случайно. И там эти грабежи были показаны, погромы были показаны, и там даже были портреты Трампа присутствовали. И если вы помните, я вам рассказывал о том, что в тот день, когда произошла стрельба в провинции Новоскоша в Канаде, где человек по имени Габриэль, зубной техник, убил, если мне сейчас не изменяет память, 19 человек, в том числе двух полицейских. И у него была клиника, которая называлась Atlantic Dangerous, или что-то в этом роде. И на здании огромная улыбка, то есть большой big smile. Я вам рассказывал про два фильма «Нападение на 13-й участок и на Судную ночь с Итаном Хоуком». В обоих фильмах сыграл он, и там был герой Смайли. И я, если ты помнишь, рассказывал о том, что смайл или Смайли это путь эклипса солнечного. Да, да, да. Через весь мир. И поэтому в тот день, когда случилась стрельба в этой провинции, все звезды крупные поп и рок-музыки организовали концерт под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения, и Леди Гага спела песню «Смайл». И эта же песня звучит в фильме «Джокер», когда герой Хоакина Феникса, где он работал в кинотеатре, встает в проходе и смотрит в зале, как показывают какой-то старый фильм с Чарли Чаплином, и после этого звучит эта мелодия. Она является официальным саундтреком, только в исполнении одного из артистов 60-х годов. Точно ту же самую песню спела Леди Гага, и в то же время человек по имени Габриэль, хозяин клиники, на которой огромная улыбка чеширского кота, убивал людей. И при этом за неделю до этого показан другой фильм, где другой Габриэль, переодевшись в полицию, так же, как и этот Габриэль, убивал тоже ни в чем не повинных людей. Вот так это все переплетено. Если вы помните взрывы на бостонском марафоне в 2012 году, вы помните, что там по официальной версии взорвали кастрюлю, начиненную гвоздями и дробью два брата чеченца? Я думаю, что его многие из вас помнят. И возможно, многие из вас помнят, что одного из братьев звали Джохар. так вот, Джохар это Джокер, тот же Джокер. Это созвучие и фамилия его была Царнаев, они специально сделали вот такое созвучие, то есть, это Джокер и Царь, Царнаев. И более того, даже его изображали в виде Джокера. А как вы помните, Джокер это тот самый клоун, у которого в первом фильме с Джеком Николсом 90-го года просто был порезан рот и он превратился в вечную улыбку, а в этом Джокере он просто растягивал пальцами свою улыбку. Я вам покажу это. Да, ты хотел еще показать документы. Да, не момент. То есть, вот так вот фильмы притворяются в реальную жизнь. Если кто-то из вас захочет сам убедиться в правильности информации о замешанности фонда Билла Мелинга Гейтса в 100-миллиардном государственном контракте и встрече сенатора Бобби Раша с представителем фонда Билла Мелинга Гейтса в Руанде, пожалуйста, вот вам имена. Это Ларри Дойл и Джон Монихан. Показания в Конгрессе. Спонсор этого Билля за номером 666 это Бобби Эл Раш. А теперь к нашему другу Джокеру. Марина, ну ты наверное сама помнишь этот взрыв на бостонском марафоне? Честно сказать, вот слушаю тебя и что-то у меня провал какой-то, я наверное не особо в этот момент этим интересовалась. там у нас многие зрители спрашивали про карту иллюминаты колоды 1995 года, спрашивали действительно она 1995 года. Игра вышла в 1983 году фирмой Стивена Джексона и эта колода в которой есть в том числе и бегун точно в такой же майке как обычно бегают участники бостонского марафона он был изображен именно в колоде 1995 года. И информацию об этой колоде вы можете просто прочесть на сайте самой этой фирмы Стивен Джексон Гейминг. И вы можете покупить оригинальную колоду 1995 года на ибэе она стоит приличных денег от 500 до 1000 долларов. Именно того года выпуска. Так что я ее сам видел я ее держал в руках там есть карты которые выпущены позже и в 97 и в 98 году но тем не менее на картах 95 года показаны и атака на Пентагон и на Башню Близнецы и катастрофа Фукушими взрыв ядерного реактора в 2011 году и Леди Гага там показана и принцесса Диана и так далее все это там есть и все это потому что хозяин фирмы Стивен Джексон Гейминг он был близко связан с семейством Буши в том числе веб-сайт предвыборной компании Джорджа Буша младшего в 2000 году находился на серверах именно этой компании Стивен Джексон Гейминг которая потом стала называться по-моему Iron Illuminati или что-то в этом роде если потом это кого-то заинтересует я потом могу дополнительно сделать про это передачу потому что против него кстати было заведено уголовное расследование потому что к нему в офис ворвалась секретная служба президентская и они конфисковали оттуда очень много аппаратуры но судя по всему ему удалось выиграть судебное дело и он стал продолжать выпускать эти свои карты и другие игры вадим а че тут открыта вкладка 2 слева и там написано скончалась нэнси не пилосили нет это это элизабет край стран про который мы говорили в прошлый и вот в верхней строке вот у тебя слева лотереи ничут там еще написано когда это когда пилосе стояла на коленях фойе конгресс капитолия и вот здесь он буквально перед зданием было написано большими буквами прекратить и финансировать полицию так это вот один из звеньев плана кстати там один из наших зрителей спрашивал а что означает имя директор директор всемирной организации здравоохранения тедрос от ханом гибрейсус отвечаю тедрос это теодор или федор по-нашему а гибрейсус это данный или подаренный иисусом бывший покойный император эфиопии хайле селаси его имя означает данный троицы а бывший президент эфиопии президент социалистического править правительство эфиопии мингисту хайле мариам значит сын мэри она же мирян хайле мариам мы сейчас что ищем мы сейчас ищем джокера кстати по поводу мы просили помощи наших зрителей по поводу расшифровки кода 846 да там были какие да ты мне передавала от наших зрителей несколько версий и я рассматриваю всерьез одну из версий которая предложила я сейчас к сожалению забыл имя женщина предложила одну из строф евангелия от иоанна как раз за номером 846 она больше всего подходит по смыслу но здесь нужно немножечко дальше продолжить расследование потому что это как бы не совсем очевидное заявление она не совсем подходит в контекст хотя она не противоречит ему поэтому будем искать дальше другой другой наш зритель предложил 846 военно-воздушную дивизию британских королевских военно-воздушных сил на которой нарисован святой георгий с мечом вместо копья побеждающий змея это военная часть не была ни в чем замешана она нигде не светилась и да несмотря на то что он изображена белая лошадь вряд ли это имеет отношение к делу а вот посмотрите фильм который вышел 2011 году о событиях 11 сентября он так и называется 846 never forget никогда не забудем посмотрите в окне башни близнецы и вот здесь на будильнике что тоже 846 фильма малобюджетный вот его трейлер можете найти его в youtube так что я думаю нам нужно продолжать расследование вот этот самый фильм джокер который вышел 4 октября 2019 года то есть за 88 дней до конца года 4 октября фильмы показаны демонстрации и погрома то что мы видим сейчас джокер стоит в кинотеатре где он работает и с умилением смотрит фильм чаплина звучит песня смайл улыбайся саундтрек джимми дуранта зовут исполнителя это известный певец 60-х годов та самая которая исполнила леди гага на недавнем домашнем концерте в рамках one one home together под эгидой воз вот джокер в исполнении хуакина феникса как видите вот она ваших смайл и вот он сидит когда он работал клоуном он сидит в гостях у студии комика роберта де ниро здесь широко улыбающийся роберт де ниро здесь написано happy face счастливое лицо а вот здесь вот все тот же пресловутый смайлик это тот самый кадр где он убивает своего бывшего коллегу лысого за его спиной смайлик на стене и вот здесь вот существует во время демонстрации погромов вот здесь вот дима люди несут вырезанный картонный портрет трампа и вот здесь когда фильм заканчивается практически джокер становится королем этой толпы он встает простирает руки может быть вы видели этот фильм может быть просто посмотрите трейлер он встает на капот машины на крышу я уже не помню разводит руки и здесь вот сзади есть такая вывеска с восходящим солнцем и камера снимает это так что вот это солнце образует у него корона и он показан что он как бы коров коронованный король именно в этот момент это самое окончание фильма таким образом вот джокер он же антихрист становится королем преступного мира вот и там же еще дальше незадолго до этого эпизода он едет в машине такси и вот здесь проезжает вот такой знак там написано deluxe и написано ace in the hole то есть если дословно переводить вот здесь вот нарисована женская задняя филейная часть трусах ну как ты говоришь нижняя часть спины нижняя часть спины и вот это выражение означает туз в очке на языке картежников это означает козырная карта видите козырная карта или трамп просто взял словаря это идиоматическое выражение эйсона пол то есть туз в дырке это же трамп трамп означает козырь и вот леди гага исполняет эту песню smile в то время как зубной техник убивает людей в канаде провинции но поскольку спонсор этой этого концерта семейная организация здравоохранения а вот вам смайл от джокера под музыку smile за исполнением джимми дуранты вот здесь он стоит и смотрят кинотеатре а ты вадим как кстати к этому фильму вообще ты его смотрел как-то его воспринял я усмотрел не понравился потому что первое достаточно тяжелый я могу сказать что несмотря на то что он тяжелый я не могу назвать шедевром и на мой взгляд он не заслужил тех положительных отзывов которые он получил это не самый плохой фильм и хорошим я его тоже назвать не могу ты меня спроси смотрела я или нет я думаю что ты его смотрела нет объясню почему мне достаточно было трейлера чтобы понять что это абсолютно безумный фильм он про безумие он ну ну если хочешь это пропаганда безумия мне безумие хватает в жизни и я сознательно его не смотрела просто папа по расчету о психогигиене если угодно понимаешь меня да вот я просто не стала смотреть то что я поняла что я ничего хорошего для себя там не увижу он мне никакой пользы эстетической моральной информационной психологической не принесет поэтому просто не не пошла не включала и не смотрела но ты правильно сделала можно сказать ты ничего не потеряла вот спасибо и вот здесь вот сообщение она мне бросилась глаза еще 31 мая когда ним передали первый раз бэтмен появляется на улицах во время погрома в филадельфии то есть вы понимаете все это связывают самым самим фильмом джокер потому что джокер это антигерой бэтмена как вы помните все на на по первым фильмам и вот нам показывают как вот идут по грома сэладельфии и вдруг нам показывают как среди всего этого хаоса и побоища а улица появляется пэтмен который плывет и стал для нас это специально связано в том числе вот это вот тип видите это из другой сцены смотрите на этого человек стоит с луком и целится в людей видите да это попало во все позиции многие задают вопрос вот мы все это сейчас еще что-то да ты будешь показывать а еще что ты будешь показывать я этому сейчас я хотела я не могу попасть на бэт в общем в этих кадрах был показан бэтмен идущий через хаос по улицам вот и что я хотел сказать вот и мне вчера задал вопрос как насчет матрицы или естественного как бы органического появления во вселенной таких вот я сейчас прямо остановлю тебя я не говорила что естественное появление я наоборот за то что если это и матрица то это кем-то модерируется я наоборот за это тогда я просто перепутал там кто-то возможно кто-то из это матрица она может проявляться но я не я не имела ввиду что это само собой как-то вот возникает нет конечно я именно в том смысле что это модерируется это именно что модерируется как наверное вся матрица и мы какую-то часть в это вносим есть модераторы матрицы вот я чем тогда вот вам пример вот такой вот модерации матрицы и заходите или просто манипуляции номера лам нумерологии нашим сознанием может быть кто-то из наших слушателей знает это скандал 80-го года когда вот этот вот человек по фамилии ник перри известный теле теле ведущий штате нью-джерси или в пенсильвании тоже напомню достаточно известен был в нескольких штатах он вступил в преступный сговор с несколькими участниками розыгрыша лотереи тиражной комиссии тиражной комиссии да естественно это потом выяснилось только после того якобы он провалился так вот там был тираж ежедневной лотереи daily number ежедневный номер состоявшийся на телестудии w-t-a-e в городе винт вилкинсбург штат пенсильвания 24 апреля 80 года этот случай вошел в аналы истории американских лотерей как хрестоматийный пример организованного мошенничества значит представьте себе вдохновителем и главным организатором заговора стал ник перри которого только что видели на портрете в газете популярный телевизионный ведущий который комментировал в частности тиражи лотереи его соучастниками были эдуард пливен официальный представитель лотерейной корпорации штата джозеф бог художественные руководители компании wta и и декоратор телестудии фред ламан и братья питер и джек марагус и партнеры ника перри по бизнесу это афера стала возможна потому что как выяснилось в ходе следствия по этому делу система безопасности проведения тиражей лотереи было совершенно непродуманный лототрон у нас народе называется лоха и шары используемые для проведения розыгрыша хранились в комнате с двумя замками ключ от одного из них находился у перри а второй у плевела пробные розыгрыши официальным тиражом транслируемые по телевидению тиражом проводились наблюдали за их проведением только два человека все те же перри и плевел ник перри предложил богу решить задачу утяжеления пронумерованных шариков для пинг-понга которые применялись в лототроне после нескольких экспериментов бог пришел к мысли об инъекциях нескольких граммов белой краски введенных шарик с помощью обычного шприца они делали достаточно тяжелым для того чтобы поток воздуха в лототроне не смог поднять его на необходимую высоту остановив свой выбор на цифрах 4 и 6 заговорщики зарядили краской все остальные шарики заготовленных подложных комплектов и 24 чале по 24 апреля помчались по городам и весям родного штата покупать лотерейные билеты делая очень крупные ставки на 8 возможных цифровых комбинаций лотереи daily number участники делают ставки на комбинации из трех цифр процессе ло розыгрыша лототрон выбирает три шара по одному шару из трех комплектов шаров пронумерованных от 0 до 9 не ограничившись этим они сделали ставки на исход тиража лотереи у подпольных букмекеров что и предопределила крах этой аферы букмекеры заметили необычайно крупную игру на комбинации с четверками и шестерками и после телетрансляции тиража в ходе которого выпала комбинация как вы думаете какая 666 наотрез отказались от выплат по этим ставкам официальные выплаты выигрыши по этому тиражу оказались самыми крупными за всю историю лотереи daily number общая сумма призов составила три с половиной миллиона долларов в том числе миллион сто восемьдесят тысяч долларов выиграли заговорщики я показываю отметил 18 желтым цветом потому что 18 это трижды 6 все те же три шестерки по всему штату поползли слухи о том что тираж был фальсифицирован через несколько дней они попали в прессу несмотря на официальное опровержение представителя лотерейной корпорации главный прокурор штата начал расследование видеозапись трансляции тиража была многократно просмотрена комиссией при замедленном воспроизведении жизнерадостное поведение в лототроне шаров с четверками и шестерками особенно образовался глаза на фоне всех остальных оставшихся практически неподвижными в конце концов братьям марагасы бог луман согласились дать показания против перри и пливова в обмен на обещание смягчения наказаний и 20 мая восемьдесят первого года перри и пливов были признаны виновными по всем пунктам обвинения и осуждены журналисты телеведущий полон бывший коллега ника перед до сих пор вспоминает об одном удивительном совпадении во время проведения расследования кому-то понадобилось найти в питбургских белых страницах это справочник домашний телефон перри это не удавалось сделать пока коллеги не вспомнили настоящее имя перри николас катса фанас который и отыскали в справочнике на странице 666 казалось бы казалось бы перед вами хрестоматийная история мошенники пытались вы сорвать крупный куш лотереи но я думаю все все из нас заметили что если бы эти мошенники были такими умными или хитроумными они бы не стали делать ставку на такие бросающиеся в глаза номера и комбинации правильно как три шестерки или три четверки они бы это явно бы сделали на другие на других номерах менее бросающих в глаза тем более что упоминается вот это вот 666 страничка с именем не не к не капель и николаса катса фанаса справочники телефоном то есть эта история попахивает первое что все это было разыграно и возможно этому нику перри заплатили чтобы он сыграл свою роль мошенника для того чтобы каким-то образом засветить лишний раз этот номер и в справочнике и на страницах американской прессы и по телевидению но это еще не все во первых тут для примера это эмблема британской национальной лотереи как видите это тоже три шестерки вот я специально обрисовал британская национальная лотерея а вот собственно тесами те самые преступные шары 666 пинг-понга которые сейчас находятся в полицейском музее штата пенсильвания это я сделал скриншот с музея полиции штата и здесь содержится краткая история и вся эта история вообще называется лотери фикс пенсильвании пенсильвании лотери фикс xxx то есть пенсильванская лотерейная мошенничество три шестерки а вот вам сам участник этой мошеннической схемы ник перри он же николас кацафанас и вот его некролог от 24 4 2003 года кстати фотография которая доступна здесь она 99 года последняя вот эта фотография последняя фотография сделанная этого не капель и он же николас кацафанас датируется 999 1999 году как вы понимаете все те же три шестерки и теперь посмотрите что написано в некрологе некролог опубликован 24 апреля то есть ровно в день когда 23 года назад была проведена сама афера посмотрите на цифры 24 апреля восьмидесятого года была лотерея и 24 апреля публикуется некролог 20 2003 года то есть это те же самые 23 то есть 23 года спустя и 23 здесь и теперь два поделенная на 3 дает не иначе как 0,666 и здесь пишут что не перри умер всего лишь за полтора дня до 23-летнего юбилея лотерейной аферы 666 то есть вы понимаете вся эта история казалось бы для обычного обывателя может просто показаться что это неудачные мошенники провернули неудачную схему на самом деле мошенники возможно при при провернули достаточно удачную схему получили деньги у нас сидел в тюрьме пару лет и другой не привел тоже отсидел в тюрьме пару лет но скорее всего деньги они не вернули им просто заплатили чтобы сыграть эту роль и вот его могильная плита кстати обратите внимание на дату рождения дат рождения может быть конечно и случайно но для для этого возможно он и был выбран то есть здесь те все те же сакральные 911 или 191 а теперь посмотрите на нумерологии его имени то самое которое он взял тот псевдоним не перед 119 то есть все те же 911 вот вот вам хрестоматийный пример манипуляций а теперь здесь ниже описан другой пример манипуляции не в один мнение мы сейчас заканчивать будем прошу прощения у всех кто увлекся вадим уже мы 49 минут вот тут три секунды осталось пенсиванская лотерея 6 апреля 2010 года выигрыш 777 выигрывает 7.77 миллионов долларов ничего необычного как всегда хорошо хорошо у нас остается еще пару минут я сообщаю что 20 июня это будет суббота в 20 часов по москве вадим шигалов проводит мастер-класс который называется гематрия вадим прям несколько слов что это о чем это и что ты будешь рассказывать это в принципе то что я вам показываю сейчас то что он показал вчера я вам буду показывать что скрывается за новостями в медиапространстве что скрывается как вам правильно интерпретировать фильмы мультфильмы рекламную продукцию как все это технически видеть как я вам сейчас это показываю как видеть связи между абсолютно кажущимися несвязанными лист вещами через практику гематрии то есть где каждому буквенному значению присвою присваивается цифровое значение расскажешь как это я вам расскажу как вот это все находить таким образом вы будете понимать какая ситуация ты прям на грязь органическим явлением а какая ситуация является манипулированным явлением ты научишь прям считать эти вещи я научил считать да и был еще маленький маленький вопрос он даже не вопрос такой упрек а че ты вадим когда называл на каких языках работает гематрия не назвал русский что по его мнению русского языка не было что ли в те времена я говорю вадим именно назвал просто несколько языков на которых это работает вадим не говорил что русского языка не было или я я помню что дословно сказал я слов я сказал что гематрия основана точнее языки которые строились по цифровому принципу строились именно строились когда они образовывались в них это значение было заложено первоначально потому что вы вы можете посмотреть на буквы и петроглифы которые явились предтечей нынешнего скажем финикийского алфавита древнеевреевского фабита и современного алфавита и древнегреческого а также современного английского языка там фрэнсис бэкон и его команда рыцарей шлема поработали над языком так что весь язык складывается в определенные математические формулы я вам покажу потом это потребует это потребует да это потребует времени но вы просто наглядно поймете что там слово соответствует его цифровому значению а поэтому в английском языке так много слов типа эйт где несколько букв вообще не читаются но они там есть именно для этого именно для этого потому что они работали над тем чтобы буквы складывались в правильную сумму и это сделал гениальный ученый криптограф один из образованнейших людей 16 и 17 веков фрэнсис бэкон ах вот это значит почему английский очень мне лично тяжело писать я говорить говорю бегло а вот списать мне тяжело то что я никогда не могу запомнить к почему тут две буквы три буквы вот такое стечение до согласных для чего они как бы не читаются смысла в них нет но вот когда ты это говоришь я понимаю что в них есть смысл только мы его не знаем и все июня 20 часов следите за нашими социальными сетями потому что точно мы будем уже давать ссылочку с понедельника на следующей неделе будем прям полностью вас приглашать будет рассылка на сайте информация в социальных сетях и под всеми видео которые мы уже ближе к 20 будем делать вадим сейчас не надо пожалуйста мы уже будем это все вам рассказывать у меня даже вопросов нет вот я сейчас слушала и у меня даже нет вопросов то что я опять сижу в шоке и жду 20 числа хорошо просто мы заканчиваем ты это будешь рассказывать показывать и учить но часто не надо интриговать заканчиваем до прощаемся да спасибо вам за внимание за ваши комментарии пишите ваши комментарии потому что самое интересное я всегда передаю вадиму ставьте лайки и дизлайки и подписывайтесь на канал и следите за нашими новыми видео всего доброго спокойной ночи спасибо доброго до следующих встреч